Всем здравствуйте! Я вас приветствую, кто подключается к эфиру. Я делаю сегодня расклад в прямом эфире, чего он не может вам простить, что он не может вам простить. Вы пока делитесь прямым эфиром с подружками, знакомыми. Итак, я начинаю расклад, что он не может вам простить. И для начала давайте посмотрим, кто расскажет об этом мужчине, что это за мужчина. Ваш загаданный мужчина. Тут у него в мыслях к какой-то женщине подступиться, как будто бы. Она отвернулась к нему, она стоит к нему спиной. Он сзади к ней подходит и как бы пытается ей развязать платье. Завязки тут развязывает пытается, как ремешок, то ли пояс. Раздеть ее пытается. Мысли такие есть или попытки, по крайней мере. Что еще об этом мужчине на данный момент? Подвязка висит, снять подвязку. Тут ты явно испытывает страсть. Ваш загаданный мужчина испытывает страсть, какое-то вожделение к женщине. А к вам идет речь или нет, я не могу сейчас сказать. Дуэль, дуэль. Почему тут у него на мыслях дуэль какая-то? То ли он думает, что опять же у этой женщины есть мужчина, то есть у него есть соперник. Или ему кто-то сказал, или он видел. Вот у него в мыслях вот этого соперника победить. Я его победю, да, победю его. Победю или побежду, одержу победу, да. Что еще у вашего загаданного мужчины сейчас происходит? То есть борется он с какими-то своими надуманными соперниками. А может быть это реально эти соперники есть. С какими-то своими внутренними драконами борется, да. В мыслях опять же к этой девушке найти какой-то как подход. Тут сидит под балконом, на дудочке, тут что-то на сопилочке играет музыкант. В окружении котов. Как марковский кот вот этот мужчина, да. Вызывает девушку, вызывает девушку вот здесь вот. Как серенады под балконом поет. Что еще об этом мужчине? Тут идет какая-то речь о трансформации. О возрождении, вернее. Женщина эта возродилась. Ей как будто бы дифирамбы поют вот этой женщине. И что? Поют дифирамбы. Ага. И я вот тут такой, значит, со своей любовью, да. И я вот прям, я осознал, что мне же такая корова тоже нужна. Как будто бы вот у него чувства проснулись у этого мужчины. Прям романтический такой настрой. Люблю, куплю туфлю, понимаете. Увезу тебя, украду тебя, увезу. Я что, тебя всегда любил всю жизнь. Ты ж моя единственная любовь. Любовь. Какая-то такая любовь, да. Да, отправляем розочки. Что это? Розочки по нулям. Отправляем розочки. Вот огоньки вижу. Итак, продолжим. Что же ваш этот загаданный мужчина не может вам простить? Что он вам не может простить? Так, показывает вам сердце этот загаданный мужчина, вам разбил. Оставил с какими-то надеждами. Оставил вас со своими интересами, как говорится. Каждый остался при своих интересах. Или вы за него замуж планировали. То есть отношения у вас шли к тому, чтобы у вас будет своя семья, да. Или вы себе так представляли, вы так хотели. Может быть, вы об этом вдвоем, вы друг с другом об этом разговаривали. Что вот когда-нибудь поженимся, или будем жить вместе. Или он вам обещал. Может быть, он вам ничего не обещал. Вы себе так хотели, да. Вы себе так думали, что все к тому идет, что мы будем как семья. Возможно, этот мужчина был вашим мужем, но семья распалась. Распалась семья. В любом случае, ваши надежды разбились. Надежды или сохранить семью, или выйти за него замуж. Этого не случилось. Разбил вам сердце. Причем это жестоко произошло, как-то неожиданно. То есть вы этого вообще не ожидали. Да, вот он, кстати, со своим этим кинжалом. Вот этим кинжалом вам и сердце и разбил. И причем улыбаясь. Улыбаясь. Как-то он к этому легкомысленно отнесся. На фоне этого индейца, сзади у него за спиной. Пожар какой-то, огонь горит. Горит все синим пламенем. Он сам в этом дыму стоит. Но при этом он почему-то как улыбается с такой улыбкой, как злорадствует. Такая, как победу какую-то одержал. Но он же и сам, поскольку он находится в этом огне, в этом пожаре, он же сам рискует тоже сгореть. Но он этого как бы не понимает, не сечет. Потому что он на тот момент полностью был поглощен вот этими эмоциями, чувствами. Тем, вот как он с вами поступил. Его почему-то это радовало. Я не знаю почему. Почему тебя это так радовало? Почему ты тут прям этот кинжал с такой вот победоносной улыбкой держишь на лице? Почему так? Показывают, что вот, да, я спрашиваю, почему он с таким удовольствием вас как будто бы вот как на колени поставил что-то, как или унизил. Потому что вот рассказывает, что вы сильно любили его, к нему страсти испытывали. Были настроены вот сохранить эти отношения. Много инициативы проявляли. Тут от вас очень много было инициативы. То есть я так понимаю, что вот в начале расклада рассказывалось о женщине. Это, скорее всего, о вас было, да? О вас он рассказывал. Так вот, он говорит, что она вот такую инициативу проявляла. И на все было готово ради меня. Очень много делала, старалась. Тут как бы, девушка, я не буду эту карту показывать, чтобы меня тут не блокировали. Правила ТикТока, конечно, это меня удивляет. Есть такой контент, показывают, что ну это на уши не натянешь. А какие-то безобидные картинки, они, видите ли, блокируют из-за оголенных частей тела. Господи, боже мой. Так вот, тут на картинке, получается, девушка сидит на коленях у мужчины и абсолютно обнаженная. Причем мужчина полностью одетый, даже он в шляпе. Шляпа, это как головной убор, это означает как символ того, что он скрывал свои мысли. Он полностью одетый, а девушка у него сидит на коленях раздетая, оголенная полностью. Показывать, то есть это означает, что вы полностью перед ним были открыты. Вы ничего от него не скрывали, не прятали. Да, все мысли, все ваши чувства вы ему рассказывали. Может быть, даже не рассказывали, но это было по вам видно. Мы все готовы были пойти ради него. Но потом почему-то, почему-то ваше поведение кардинально изменилось. Из вот этой открытой девушки, из вот этой открытой девушки, влюбленной, готовой на все, вы превратились как будто бы вот... Ну, тут показывают королева воздуха. Ну, вообще, в классическом понимании королева мечея, циничная, хладнокровная женщина. Это женщина, которую уже ранили, она разочаровалась в любви. Поэтому она закрывается. Она не доверяет людям, не доверяет мужчинам. Разочаровалась в любви. Но и в этой прорисовке королева воздуха. Кроме того, что я назвала, у нее еще появилось такое поведение, как динамит мужчин. Как говорят на некоторых женщин, на некоторых девушек, динамо. То есть она умеет флиртовать как-то, обнадежить, вокруг пальца обвести и бортануть. Вот динамо, вот такой динамо-машина. Вот как-то вы тут, получается, насколько вы кардинально изменились. И как-то вы тут его продинамили. Я не знаю, но, наверное, это 100% что-то вы так по отношению к нему сделали потом, впоследствии. Он говорит, что как-то вы его продинамили. Кинули его как-то. Обхитрили его. Хвостом вильнули и ушла. Хвостом вильнула и ушла. Вот этого он не может вам простить. Девочки, напишите, поставьте плюсик, это так или не так. Как вы его там продинамили? Что вы с ним такое сделали? Что он не может вам этого простить? На бабки кинули или что? На секс развели? Пообещали страстную ночь, но этого не состоялось или что? И отправляем розочки. У меня цель, я поставила, если вы видели, 500 розочек. Мелочи жизни. Вот, вижу. И продолжим, продолжим. И что он вам еще не может простить? Этот ваш загаданный мужчина. Предавал вас много раз, отставлял. Как-то вот обманывал. Предательства было много. Сердце, опять же, вам разбивал. Как-то вы ему верили. Верили много. Много от вас этого было. Он как испытывал вас на прочность. И у вас было такое вот состояние, что моя любовь все победит. Вот я все смогу. Я все выдержу. Может быть, знаете, он о своих бывших отзывался нелестно. Что вот, например, о бывших рассказывал, что она истеричка, там, от меня много требовала, там, или корыстная была, деньги требовала. А вы же это все слушали и себе как бы на ус мотали и думали, ну, я буду себя по-другому вести. Я буду другая. Я не буду истеричкой. Я буду мудрая женщина. Я не буду корыстливая. Я его буду любить просто так. И много женщин на этом погорели. Вот когда слушали его разговоры о бывшей, она вот, каждая, вот каждая думала, вот, напишите плюсик, было такое или не было. Каждая сидела, слушала эти разговоры и думала, ну, я-то другая. Я буду не такая, как его бывшая. Я буду себя вести по-другому. Вот я докажу, что я могу искренне любить. Да, у него были такие вот бывшие сучки такие, да, меркантильные истечки. А я буду себя по-другому вести. И вы доказывали, что вы другая, что вы не истеричка, вы мудрая женщина, терпеливая. Вы доказывали, что вы не меркантильная, да, что вам деньги не нужны, вам есть вообще не нужно, вы можете питаться праной, солнечной энергией, да. Вам вообще ничего не надо. Ни одежда так вот. Соломой можете укрыться, да. Вот так вот. Под звездами можете спать. В пещерах где-то, в лесах, да, как монахиня. Вот вы доказывали, доказывали, но это не сработало. Ни ваша любовь, да, ни вот эти ваши убеждения, что вы что-то другая. Но на самом деле вы что-то не другая. Вам же тоже деньги нужны. Потому что каждому человеку нужны деньги. И мужчине, и женщине. Элементарно. За что-то надо продукты покупать. Так не странно, в магазинах просто, ну, бесплатно продукты не дают, да. Почему-то, почему-то. Хотелось бы, конечно, но никто же бесплатно не дает. Ни одежду, ни еду. И вообще за квартиру нужно платить, да. Постоянно какие-то счета приходят. Вот. И вот эта ваша тактика, она не сработала. Тут как-то получается. Он все равно, вы убедились, в общем-то, в один прекрасный момент, что какая бы я хорошая ни была, и хоть я и люблю его просто так, и ни за что, в полной нищете, с голой задницей. Вот тут в прямом смысле, вот с голой задницей, да. А все равно он меня не ценит, ноги об меня вытирает, или обманывает. Тут как-то кидало вас с его стороны было, или предавал вас, или изменял вам. Ну, и как-то потом уже на это, не то, что плюнули, а для вас это было тяжелое разочарование. Это не такое нелегкомысленное было, типа, да, пошел ты. А для вас это было очень тяжелое разочарование, и осознание, что оказывается, моя любовь ему не нужна, да, и то, что я его люблю просто так, чудес никаких не произошло. Вот пишет Наталья, да, были измены и разочарования долгие годы, да. И, Наталья, вы наверняка поняли, да, что вот эта тактика не сработала, и оказывается, любовь не помогает ни черта, да, и ничего, ну, человек какой был, так он и остался, любовь никакие чудеса не творит, да. Ну, правильно, когда человек не хочет меняться, ему это не надо, да, ему нравится, как он живет. Тут уже вопрос к вам, почему вы думаете, что ваша любовь, ваше вот это терпение должно его как-то изменить. Почему? Каким образом? Вы можете изменить только себя, свою жизнь изменить. На другого человека вы никак не можете повлиять. Вы можете только ему показать, как можно жить, но все равно от него уже будет зависеть, пойдет он в это или нет, или он останется на своем уровне. Захочет он жить лучше, или он все-таки останется жить в своем говне. Все-таки в любом случае, человеку решать. Идти в лучшее, стремиться к лучшему или нет. Что он вам не может простить? Так, в болоте рассказывали, рассказывая, долгое время находились. Ну, опять же, вот много инициативы проявляли. Любовницей, возможно, были, да? Так, тайная женщина. Очень сильная. Вы на самом деле очень сильная. Но просто вы вот эту свою силу, харизму, внутренний огонь, характер, силу воли, вы направляли не в то русло. Вы себе неправильно, выбрали неправильную цель. Если бы вы вот эту свою силу, внутренний характер направили в нужное русло, например, в работу, то вы бы уже озолотились, чем вы вот эти свои силы тратили на вот этого мужчину. И в конечном итоге что? В конечном итоге вы оказались полностью опустошенная, морально уничтоженная. Энергетика просто вот на нуле у вас была. А вследствие этого тут у вас могло и здоровье очень сильно пострадать. Потому что это все взаимосвязано. Наше внутреннее состояние, душевное состояние не отображается на внешности, на физическом уровне, на физике нашей. То есть это показывает, что вы здесь как не по силам, не по силам взяли на себя вот этот груз. Ну опять же, вот то, что вы пытались его изменить, прощали его. Для вас это было показано, что как непомерная ноша для вас была. Непомерная. Это как для женщины взять себе на спину, взвалить мешок с цементом. Потому что можно и подорваться, и пуп может развязаться, и геморрой может вылезти, и в хребет поломать себе, да, все что угодно. Вот так же и здесь. Вы на себя взяли огромную ответственность, огромный груз. Когда вот подумали, решили, что вы как-то можете повлиять на другого человека. Вот здесь вы и как вот и прогорели, в этом вы и поломались. Для вас это был урок. Для вас это был урок, что как бы ты там человека не любила, как бы ты хорошо к нему не относилась, если, ну, как говорится, говно, то это не поможет. Это не поможет. Направь свою энергию вот в нужное русло. Урок длиной в 12 лет. Ну, я надеюсь, Наталья, вы этот урок усвоили. 12 лет, я ж надеюсь, не зря это все было. Это не 3 года, даже не 5 лет, а целых 12 лет усвоила, пишет Наталья. Ну и слава Богу. Вы за этим, вы и пришли на эту землю, ваша душа вернее, за этим и пришла. Свою самоценность поднять, осознать свою самоценность, что я не тварь дрожащая, а я человек. Я не обязана вот тут присмыкаться перед кем-то, доказывать свою любовь, доказывать, что меня стоит любить, что я этого достойна, что вот я хорошая, вот я хорошая, посмотри, я могу и простить, я бескорыстная, я и могу любить. Да, это так, это вам плюсы, что вы бескорыстные, вы можете любить, но все-таки, все-таки, да, вот это вот нужно оставить при себе. Как говорится, знать себе цену, но никому ее не называть, да, знать себе цену, но никому ее не озвучивать. Как человеку, да, это вам дает бонусы, вы хороший человек, но тем более, тем более вы еще больше должны себя ценить, основываясь на том, что я способна любить, я могу любить искренне, и когда я люблю человека, мне от него действительно ничего не нужно, да, и исходя из этого, больше требовать от людей, да, я этого, я требую от тебя соответствующего отношения, потому что я знаю, что я могу любить, я знаю, что я, когда я в отношениях, я до конца верна этому человеку, соответственно, я имею право от второй стороны требовать. Понимаете, вот так это должно работать. Вы что, понимаете свои положительные качества? Ваша ценность должна, соответственно, тоже подниматься. да, нужен энергосбережение. Да, это как дорогая машина, чем, ну как, бренд, бренд, там, цену накручивают за бренд, так же и у вас, да, я понимаю свои какие-то качества, и, соответственно, этому у меня высокие требования, вот так вот, что он вам не может простить. Тут рассказывают, что вы эти отношения переросли, опять же, по энергетике вы разные люди абсолютно, кто в теме, кто понимает, он, например, низкочастотный, кто такие низкочастотные люди, завистливые, мстливые, слабохарактерные, бесхребетные, слабые, да, вот он тут был такой низкочастотный, слабый, жаловался на судьбу, на свою жизнь, вами был постоянно недоволен, как бы вы там не пытались перед ним стелиться, не пытались ему угодить, он все равно был чем-то недоволен, какие-то косяки сваливал на вас, да, а вот сама виновата, вот если бы ты этого не сделала, если бы ты это не сказала, вот этого и не было бы, там, например, что ты опять начинаешь, что ты опять начинаешь, нормально общались, да, пусть вас обвиняют, это же тоже вот проявление этой слабости, низкочастотный уровень, на низких вибрациях, а вы на высоких вибрациях, вы тут, и получается, вы как враги были, когда люди на разных уровнях, происходит несоответствие энергетики, этот человек для вас уже как враг, он вас на дно тянет, на дно, он вам добра не желает, так вот, ну показывают, что вы по энергетике выше его стоите, и вы в какой-то момент переросли его, как вот эта девочка оказалась в лилипутии, да, в стране лилипутов, тут уже и юбочка у нее не по размеру, вот бельишко выглядывая, вот этот мужчина, эти отношения, она это все переросла, показывают, что вы переросли эти отношения, его мучка и этого мужчину, что вы достойны большего, намного большего, Наталья вот пишет, я как проснулась в один миг, ну слава богу, он рассказывает, что, вот кстати, да, вот, я же задавала, что он вам не может простить, что вы как в один прекрасный момент, вы какая-то стали как беззаботная, беззаботная, ну это он рассказывает, с его точки зрения, стали какая-то вот безответственная, беззаботная такая, легкомысленная, а какая вы должны были быть в его понимании, вы должны были вот так вот сидеть по-прежнему, у его ног, как рабыня, да, вот вы, вот кстати, эта девушка на камне сидит, прям не на камне, тут камень, и причем на каком-то, как на острие, это же больно, и она сидит, и это причем терпит, каких-то вот как, вот эта вот ткань такая холщовая, из которых мешки вот эти делают, в этой ткани она обмотанная, тоже как бы, ну имеется в виду, что вот нищая, голая, холодная, голодная, но сидит у этого императора, у ног, да, вот на это он рассчитывал, а вы тут стали вот такая вот, какая-то легкомысленная, беззаботная, он говорит, а ты должна была поклоняться мне до последнего, я что тут показывают, я что главный мужчина в твоей жизни, дело в том, что тут никаких оснований не было, чтобы он так думал, да, девочки, у меня тут цель 500 розочек, на минуточку, вижу пока 40, за 40, 41, благодарствую, благодарствую вам, итак, продолжим, он же говорит, что я что главный мужчина в твоей жизни, но на самом деле, он ничего такого не сделал, чтобы называться главным мужчиной, спасибо вам за сердечки, за все, спасибо за обратную связь, вот тут Наталья самая такая, активный участник, это очень важно, когда идет обратная связь, так, что он вам еще не может простить, давайте еще, что вы вот так вот улетели, улетела, да, улетела огонь, тут девушка улетает, причем у нее крылья искусственные, она надевает крылья, как бы вот, надела, короче, крылья искусственные, и с помощью, на этих крыльях улетела в свое светлое будущее, из этого дыма, да, вот из этого дыма, вот, кстати, там, где я в начале, только в начале, была карта, где вот этот король в огне горит, да, и он с этой ухмылкой, вот эти отношения ваши сгорели в огне, и вот смотрите, как карты показывают, и вы из этого огня вылетаете, вылетели, да, улетели из этого огня, вот, вот так вот лучше, вот эти клубы дыма, вы все-таки улетели к светлому своему будущему, будущему, тут у вас однозначно будет улучшение жизни, по этой карте, солнце, это улучшение жизни во всех сферах, улучшение всех сфер, и личная жизнь, и здоровье, если вы болели, и финансы улучшатся, по работе, по работе, это очень хорошие перспективы, проявить себя как специалисты, развитие, развитие в работе, самая лучшая карта солнца, подъем, подъем энергетики, витальность, что такое витальность, жизнерадостность, жизнелюбие, жажда к жизни, желание жить, желание жить, мечтать, идти к своим мечтам, потому что у вас тут был период, когда состояние депрессии, апатии, когда жить не хочется, когда вот я не знаю, чего я хочу, полностью была сломленная жизнь, полностью разрушена, душевная душа разрушена, сердце разбито, не было желания ни жить, ни работать, ни к чему-то стремиться, хотелось вот только плакать, спать, лежать, ничего не делать, вот такое полностью разбитое состояние, и моральное, и душевное, и физическое, все три в одном было, но вы из этого вышли, у вас теперь появилось вот опять желание жить, что-то делать, к чему-то стремиться, улучшать свою жизнь как-то, работать, деньги зарабатывать, за собой ухаживать, вы к этому идете однозначно, тут у вас более того даже энергетика еще лучше стала, как очистилась, выше стала энергетика, у вас даже сейчас появилось возможно желание опять построить отношения, но уже на основании вот прошлого опыта, да, уже появилось опять вот это желание любить, потому что опять же, вот по той карте там, где было, показывают раньше, что у вас был период, когда вы были полностью разочарованы в любви, в отношениях, в мужчинах, да, вот после всего что-то у вас произошло, вы были разочарованы, но на данный момент у вас как будто бы вот уже появилось желание опять построить отношения, да, но вы уже понимаете, какой это должен быть мужчина, вы для себя уже как-то сделали выводы, как бы вы хотели, чтобы, как бы вы хотели, чтобы к вам мужчина относился, да, все-таки вы какие-то как будто бы выводы сделали, ну и тут у вас будет, да, по этой карте будет любовь, искренняя чистая, будет, по бизнесу идет развитие, полностью перерождение, как гусеница превратилась в бабочку, как феникс возрождается из пепла, полностью переродились, он вам этого не может простить, вот это все, что я рассказывала, что вы переродились, изменились, тут у вас могла даже внешность измениться, вот этого он не может вам простить, и вопрос возникает вполне резонный, почему, да, почему он мне не может этого простить, странно это звучит, да, что вот у меня наладила жизнь, он мне не может этого простить, На самом деле так оно и работает. С низкочастотными людьми. Низкочастотные люди, они действительно не могут пережить чужой успех. Тем более, когда он был с вами в отношениях. Тем более, когда он знал, что он видел, как вы тут перед ним унижались, как вы терпели, как вы страдали, как вы мучились. И тут вдруг он видит, что вы вот так изменились, и ваша жизнь изменилась. То, естественно, это для него удар по самолюбию. Такие люди, они же почему стремятся подавить других, унизить? Потому что он до уровня, до твоего уровня, он не может дотянуться, не способен. И тогда для него единственный выход, что делать? Тебя опустить до своего уровня. Поэтому он пытается вас унизить, как-то оскорбить. Да что ты там себе накручиваешь, сними свою корону, корону свою сними. Какие-то вот такие слова унизительные. Пытается вас опустить на свой уровень. И так, чтобы ему было с вами легче общаться, как на равных. То есть он в говне находится, и вас в это говно тоже опустить. О, тогда для него вот эта ситуация комфортная. Он с вами может общаться на равных. Он себя в душе говно чувствует, ничтожеством. И вас, и из вас тоже делает ничтожество. Пытается, по крайней мере. Для него это нормально. Вот почему вот такие низкочастотные мужчины, ну это и женщин тоже касается, тут неважно. Когда вот такие люди пытаются оскорбить таких вот правильных, любящих людей, открытых, верных, преданных. Казалось бы, да, ну почему ты так ведешь себя? Это же человек с тобой хорошо ведет себя, да? Ты даже на это не заслуживаешь. Почему ты это не ценишь? А вот поэтому он и не ценит. Эти люди не ценят. Они до вас дотянуться не могут. И тогда они опускают вас на свой уровень. О, а ты посмотри на себя. Что ты из себя строишь? Это ты никто вообще. Ты никто, и звать тебя никак. Ну, тогда и таким людям спокойно уже становится. Понимаете, когда он там ниже Плинтуса. Он сидит ниже Плинтуса, и вы вместе с ним. О, тогда вот нормально. И тогда таким людям на душе спокойно становится. Но когда вот вы были вместе с ним ниже Плинтуса, и вам каким-то образом, чудом удалось выкарабкаться из этого, вырваться, эти люди не могут этого пережить. У них такая ненависть возникает. Что как это так? Как это так? Ты должна была со мной тут жить в этом говне, в этой яме. Всю жизнь. Поэтому он вам и не может простить вот этот ваш успех. Ну, конечно, успех у каждых людей. Своё понимание, что такое успех, да? Ну, по крайней мере, то, что вы нашли в себе силы уйти из этих отношений, для вас это тоже был успех. Вырваться из этих отношений. Он не может этого пережить. Как вы так осмелились, наглая такая, да, вот уйти из этих отношений. На этом я буду заканчивать. До новых встреч.